Привет, мои хорошие! С вами Селена Свэй, и сегодня у нас будет покупочки с Алиэкспресс, декор и всё для дома. Если вам интересна эта тема, оставайтесь со мной, потому что я очень много чего приготовила, интересненького, и чем спешу с вами поделиться. Первое, о чём я хочу сказать, что я купила для дома, это вот такая вот классная звезда. Я видела её у многих в видеоблогерах, ну, может быть, не такую, может, немного другую, и в конце концов, что-то у меня руки не доходили всё её заказать, и я её заказала, мне нравится именно тёплый цвет. Это такой ночник, который можно повесить, здесь есть такой крючок. Работает он от двух пальчиковых батареек, вот, я уже сюда их вставила. И там на сайте, в магазине в этом есть, по-моему, несколько, есть холодным, чтобы светил, и тёплым. Но мне кажется, что звезда, она по себе должна быть какая-то тёплая, поэтому я выбрала тёплый цвет. Я не знаю, как сейчас, если я включу, как она будет в себя реагировать с моим цветом. Контуры не войдёт ли? Контрастировать. Контрастировать с моим цветом. Вот. Ну да, в принципе, он передаёт всё. И вот так я хочу, чтобы на фоне эта звезда всё время горела. Исполнен он, в принципе, достаточно качественно. Мне нравится, беленькая. Пришла она упакованная вообще просто замечательно, реально, вся запакованная, запечатанная, то есть с ней ничего не случилось по дороге. И, в принципе, мне нравится, что её можно повесить, поставить. И давайте я сейчас её, кстати, поставлю, положу, пусть она горит у нас тут где-то. Вот так вот, на фоне, да? Нравится вам? И мне нравится. Поехали дальше. Дальше, как вы помните, я покупала декоративные наволочки. И не все наволочки прошли проверку временем. И я хочу вас предостеречь наволочки, которые я покупала, если помните, с таким рисунком. Вот золотистый он был. То есть они хорошего качества, они мягкие, они приятные. Но после первой же стирки, хотя, не знаю, может быть, я неправильно стирала. Ну, я стирала, как все вещи. И, в общем, все золотяшки у меня слезли и остались какие-то жёлтые непонятные рисунки. И я не буду оставлять даже ссылку вам на это. Хорошо себе повела вот такая вот наволочка. Она вот здесь, это как подкладочный материал такой. Ну, более приятный, чем подкладочный. С другой стороны, приятная такая натуральная, кажется, ткань. И вот такие вот губы. Вот этот материал в стирке себе повёл хорошо. И я там ещё планирую заказать какие-нибудь себе декоративные. Ну, и, соответственно, вот эту наволочку я тоже стирала. Это с такими пайетками двусторонними. Она реально классная. И на ней можно рисовать. И в стирке она тоже себя повела прекрасно. Я всё постирала. Вот она у меня всё чистенькое лежит. Отлично. Стирала я на 40 градусов, по-моему. Там деликатные вещи. Так что ни на 60, ни на 90. Но только вот эти две вещи. На них я оставлю ссылку. Они выдержали проверку стиркой и временем. Дальше я приобрела себе офигенную вещь. С ней стало более комфортно и интересно вообще жить. Это такая приспособа для мусора. У меня, на самом деле, есть тумбочка на кухне. У неё просто открываются дверцы. И обычно там такие штучки торчат, на которые я вешаю всё время мусорный пакет. Ну, обычно, знаете, сходила в магазин куда-то, остались пакеты. Я специально их оставляю. И вот он висит, разные пакеты, в общем. И мне уже давно хотелось что-то такое интересное и красивое сделать на кухне. И вот с этой штукой стало намного веселее и комфортнее жить. Она очень аккуратная. Плюс я к ней использую специальные пакеты, которые пахнут. Я в фикс-прайсе купила себе ванильные пакеты. И в Ашане клубничные ещё какие-то очень много. И классный аромат стоит на кухне. Очень всё аккуратно. То есть не болтается вот этот пакет как, да. И здесь очень удобно, что оно реально, оно прям вообще не мешает закрываться дверцем. Оно прям вешается туда. И очень всё удобно. И не надо пакет этот снимать, открывать. То есть сразу сюда кидаешь всё. Она крепится в таких двух заклёпках. То есть сюда мы ставим пакет. Потом закрываем. Защипляем. Вешаем. И всё замечательно держится. Я прям довольна вот этой находкой. И мне кажется, хозяйчики, кто любит аккуратненько дома всё. И вообще что-то новенькое. Потому что я люблю всё время перемены. И сейчас к Новому году вообще много всяких перемен делаю. В квартире. Просто чтобы было приятно. Я люблю перемены. Значит, если что-то меняется, значит жизнь идёт. Поэтому на кухне у меня теперь вот такая вот есть интересная штука. Дальше. Давно тоже видела. И давно хотела себя приобрести. Это для ленив. Это вот такая вот вещь. В общем, она сделана для того, чтобы не нужно было раскручивать нам пасту. Не нужно было надавливать её на щётку. Потом её закручивать. Находить вечное ей место. Это, в общем, такая вещь, которая крепится, кстати, на липучках. Что очень хорошо. Тоже экономит место. У меня в ванне стоит такая корзинка, в которой всё уже пасты не вмещаются. У меня паст очень много на самом деле. Ещё так много. И паст много. И всё уже не вмещается, не влазит. Поэтому мне удобно, чтобы это было, например, где-то на весу. И это удобно тем, что это прикрепляется, куда вам удобно. Рядом с зеркалом или ещё где-то, да. Сюда просто вставляется паста. Она даже не вкручивается. Она просто как-то вставляется. И реагирует на нажатие. То есть мы сюда подставляем нашу щёточку. Надавливаем. И определённое количество, кстати, не очень много, как я люблю. Потому что я не использую много пасты. Нам выдавливается нужное количество нашей пасты. Я не знаю, как это работает. Я пыталась понять. Но что-то там как-то делается. Легко моется, в принципе. Потому что я уже испробовала этот момент. Помыла для того, чтобы вам показать её не в пасте. В общем-то, я не стала разбирать. Боюсь, я сломаю этот механизм. И потом не соберу. Я такая. Здесь в набор идут наклейки. У нас вот такие вот. Это значит одна большая сюда. И две маленькие вот сюда. То есть ещё в подарок сюда идёт. Вот как раз для меня. У кого много щёток, тоже вешается. И это тоже классно. Потому что щётки постоянно бывают валяться где-то. И пылятся. А, ну ты не успел там. Или она выпала из стакана, в котором хранятся щётки. В общем, это удобно. Сразу видно, где чья щётка. И она закрывается, чтобы не пылиться. И висит на специальных липучках. В общем, у меня теперь вальни вообще замечательные. Вот этой покупкой я безумно довольна. Дальше. Я как-то уже покупала и тоже говорила. Но, к сожалению, у меня он испортился. Сейчас объясню, почему. Я купила ещё один. Вот такой вот. Это вешается на кран. Так как у меня малыш, я решила его веселить. Когда он купается. Он любит у меня в ванне проводить время. Любит под водой ручки свои подставлять. И я уже покупала такую штучку. Это одевается на кран. И когда идёт вода, то она начинает мигать разными цветами. Единственное, что у меня пошло не так, это я включила горячую воду. А у меня бойлер, он очень сильно нагревает воду. Так что может плавить пластик. И да, вот такая горячая вода идёт оттуда. Там нужно регулировать. Но я всегда включаю на максимуме, то есть горячую воды. Для того, чтобы нагревалось. Почему? Потому что, когда я купаюсь, я люблю много времени проводить под душем. И бывает, что горячая вода просто заканчивается очень быстро. И для того, чтобы она не заканчивалась и таких моментов не было, то у меня всегда на максимуме. И бывает такое, что да, горячая вода. И в общем, когда горячая вода была, она просто прожгла мне вот эту сеточку. И поэтому перестала работать. И я заказала новую. В общем, прикольная вещь такая, очень весёлая. И на самом деле меня она тоже очень сильно радует. Не только малыша, но и меня. Поэтому эта вещь ждала своего часа, чтобы я ещё раз её заказала и использовала. Я думаю, мой малыш обрадуется. Следующее, что я себе приобрела, давно хотела, это вот такая вот карта. Эта карта на самом деле будет меня стимулировать. Значит, смотрите. Я вообще видела такую карту где-то в магазине приколов там или ещё где-то. Я думаю, ну блин, на Алиэкспресс наверняка есть. И вот я её нашла на Алиэкспресс. В общем, карта. Давайте откроем, потому что я ещё не открывала. Я прям хотела её вместе с вами, честно говоря, открыть. Сейчас. Только не говорите, что я буду открывать её 3 часа. О, открывается достаточно быстро. В общем, вы наверняка догадались уже, что за карту. Блин, не испортить бы. Ну что такое? А я же могу. Вылазить. Всё. Такая карта. Ой, так оно прям здесь закрыто. С какой-то плёночкой вот такой идёт. Ай, красота! Такая карта, на которой вы можете стирать все, где вы были Кстати, еще изучать английский, потому что она вся на английском Вот она В общем, я хочу ее повесить Отметить все места, где я была Вот я уже вижу Индия, Российская Федерация тоже, может, какие-то города Хотя, вы знаете, это немножко не пойму Вот Российская Федерация, это все надо стереть, там же разные города есть В общем, посмотрим А давайте сотрем вместе сейчас Я ноготочком прям сотру Вот, например, я была в Индии Вот надо нам всю ее стереть или как? Сейчас сотру Да Стирается очень легко, на самом деле Я немножко сотру Вот, смотрите, синяя вот такая вот Смотрите, видите, Индия синим такая То есть, я понимаю, что здесь по странам, не по городам Но тоже неплохо То есть, я была в Индии Я Индию сделаю Российская Федерация тоже тогда всю сделаю, да Где я еще была? Ну-ка, дайте я гляну так заодно Украина я уже сделаю Турция сделаю В общем, она у меня уже будет цветная И это на самом деле очень классно мотивирует Где же я еще не была? Посмотреть на карте, куда бы отправиться Для того, чтобы она была вся-вся раскрашена Очень красиво Я себе сделаю такой мотиватор Я именно для этого и купила Вообще, классно еще по городам такую же карту сделать Но если я найду, может быть, я и возьму Вот я зачеркнула, то есть, наоборот, открыла то, где я была И, знаете, по карте я вижу, что я не так-то много где и была Еще смотрите, сколько мест всяких Даже на вот этом пятачке Где я еще не была, куда не заезжала Вот Ну, и Российскую Федерацию тоже не стала все отмечать Потому что она большая Я была вот с этой стороны И живу где-то с этой стороны, наверное Потому что здесь Казахстан уже, Монголия Это, наверное, другая сторона Наша вот Черное море Тут Украина, Белоруссия, рядышком В общем, можно изучать страны И карту вообще Потому что география была плоха у меня в школе Отличная, короче Отличный подарок И Красненька та же тоже себе такую захотела Надо ей придавить Мне кажется, что для тех людей, кто любит путешествовать Это отличная идея Приобрести такую карту И вообще, честно говоря, это отличный подарок Я серьезно вам говорю Особенно для тех, кто не путешествует Отличный подарок для того, чтобы начать Пора И еще хотела показать Для дома Это вот такая вешалка Которая экономит место в шкафу Она действительно очень удобная И очень классная На нее так вешаются вешалки Потом одна отпускается И она очень компактна Все красиво у нас висит в нашем гардеробе Особенно удобно Это для каких-то футболочек Для того, чтобы не вешать футболку на футболку А отдельно вот так вот прям повесить И чтобы легко было найти Такая футболка вам нужна Ну и, соответственно, уместна В общем, для дома Вот это тоже классная Вот, все Для дома больше пока ничего нету Я жду Ожидаю очень много посылок с Алиэкспресс Я просто люблю там шопиться Люблю удивлять Такие приколюшки Для дома вообще они облегчают жизнь Молодцы, круто Спасибо вам Алиэкспресс Все, надеюсь, мое видео было полезным и интересным Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал Все ссылки я оставлю внизу Проходите в инфобокс Там вообще много всего интересного всегда Я с вами прощаюсь до следующего видео С вами была Селина Сварей Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok